всем привет давно не виделись сегодня мы обсудим такую тему как что же на баттле лучше сделать заготовленный выход или импровизировать то есть фристайлить когда я давным-давно гостил на баттлах с командой мы ездили раньше было принято биться командами они один-один все всегда делали заготовленные выходы мы называли комбинация связка сейчас это называется может быть раунд но раундом можно назвать и удачный твой фристайл на выходе очень не суть раньше было принято гасить именно заготовками причем заготовками не маленькими частями а прямо конкретно всем раундом то есть тебя было начало было середина было конец ты точно знал что делать это было удобнее потому что тебе не надо было париться ты просто придумывал оригинал как мог какие-то оригинальные движухи вставлял выход и этим отличались от других и боев да потом какой-то бибой я не знаю с америки возможно завез моду в россию якобы нужно гасить фристайл как я считаю откуда пошел этот фристайл короче вся все уличные танцы там хип-хоп называйте как хотите они гасят фристайл как правило это круто ребята профессионалы реально могут разложить весь трек всю музыкальную композицию от начала до конца все барабаны все маленькие звуки все 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 и будет просто шикарно смотреться это реально как бы надо это реально круто но не надо забывать что ребята занимающиеся хип-хопом и прочими уличными танцами не тратят столько времени и сил на отработку движения одного брейкинги не так если ты там якобы занимаешься поверму и долгое время ты там мочишь базу типа fly гелик свайпс это не значит что ты бац и быстренько сделать твист такого у нас не бывает мы на каждый элемент на каждую фишку на каждое движение даже футворка тратим реально много времени и нельзя сравнивать наш фристайл с фристайлом в хип-хопе я надеюсь вы поняли разницу да у них очень мало времени требуется на отработку движения одного поэтому они без проблем слушая музыку на батле могут сделать фристайлом реально крутой раунд который вы щелкнет даже бибой на бибойском батле потому что нынче у нас модно танцевать они делают жесткие темы к сожалению ли к радостью решать вам я уже давно забил на эту тему очень посыл такой я считаю что бибой лучше делать заготовленные раунды тем более если вы реально четко гасите в музыку вы можете любую свою связку заготовленную выученную записанную я не знаю тетрадочку на шпаргалку на руку ручкой сделать так что ни один судья не выкупит что это заготовленный раунд но в этом есть косяк свой есть плюсы есть минусы плюсы в том что ваш раунд будет выглядеть гораздо отработаннее гораздо четче гораздо сильнее соответственно больше шансов победить это важно это важно минусы какие пока вы ноунейм пока вас никто не знает все будут думать что вы фристайлите потому что сейчас так принято но как только вы будете выигрывать батл за батлом чемпионат за чемпионатом вас уже будут знать и тут косяк другом короче ваши раунды будут знать и вас будут подстёбывать на ваших же батлах как бы продолжая вашу связку в вашем же раунде как бы кому то будет обидно кому то неприятно но лично мне было бы наплевать это просто значит то что пацан смотрел мои батлы потратил время на их изучение не знаю нафига но зачем то но чтобы этого избежать тоже есть вариант вы просто должны раз полгода или раз в год обновлять свои связки просто заново собираете все связки едете снова в тур по россии по европе по миру и разваливаете кабины всем на батлах вот и все фристайл это конечно круто но мне кажется не бибойская тема максимум на чем можно фристайлить реально достойно на уровне ну там около отдельном уровне с хип-хопом это футворк если вы футворщик если вы любите всей душой футворк до фристайл это ваша тема но блин даже здесь заготовленный раунд по футворку заученная связка заранее будет гораздо выигрышнее смотреться на батле и скорее всего вы победите поэтому делайте выводы сами и решайте сами но я считаю что заученные связки гораздо плюсовее просто нужно по-умному подходить к этому вопросу и запомните ни один судья ни за что не поймет заученный у вас выход или нет вы можете тупо соврать сделали связку заученную отработали ее там зале сделали на батле вас спрашивает заученная связка ли нет в решении у нее чисто фристайл все претензий нет ты победил в общем такая двоякая история говорю сейчас просто модно делать фристайл но если вы посмотрите на батлы профессионалов откроете вот батлы ялта сам и джема например да где топовые двойки бьются два на два или один на один вы поймете что у ребят реально даже топового уровня не получается фристайлить как у ребят на хип-хоп батлах то есть включите джаз-дебют и увидите как гасят реальных оперы которые раскладывают настолько жестко что би боем просто нечего делать в танце так каково поэтому я не знаю думайте своей головой но я считаю заготовленные раунды это реально круто и это приведет к зрелищности а зрелищность приведет к популярности и того чем мы занимаемся с вами брейк-данса если у нас не будет популярности у нас не будет зрителя и тем самым то чем ты занимаешься будет ерундой когда я начинал когда тебя спрашивали чем ты занимаешься играл брейк-дансом ты говорил гордо ты был уверен в себе потому что людям брейк-данс нравился когда тебя сейчас просят чем ты занимаешься и ты ответишь брейк-дансом у людей первая мысль в голове что это танцульки делай выводы прыгай твисты крути десятку на эти и фигач на тренировке и и Продолжение следует...